вы должны молчать и слушать молчать и слушать что вам говорят всем привет сегодня у нас очередной обзор очередного инструмента сайта алиэкспресс инструмент представлен фирмой лайова прислан для обзора и здесь у нас находится друзья цепная аккумуляторная пила вот так выглядит у нас данный наборчик то есть пришла просто тушка аккумулятор мне прислали только с одним из инструментов и вот такой аккумулятор на 3 ампер часа друзья так что мы имеем в наборчике имеем конечно же друзья саму нашу пилу имеем пильное полотно имеем пильный цепь которая уже вскрыл вот так она ребята выглядит также есть у нас масляночка есть у нас ключик затяжки полотна есть у нас друзья здесь отвертка для натяжки цепи либо полотна ну и инструкция инструкция обратите внимание не универсальная инструкция идет на три вида цепных пил то есть уже какой-то прогресс и плюсик ну и вот грубо говоря вся инструкция пару страничек так убираем нашу коробку раскладываем инструмент и смотрим нашу друзья пилку значит что по пилке недавно я делал обзор на похожую пилку от вас а и даже наверно не похожую а просто точную копию вот поэтому можете посмотреть больше мне как бы здесь никаких отличий и не видно единственный минус сразу бросается в глаза нет у нас друзья прорезиненной ручки то есть она как бы скользит в руке но тем не менее лежит отлично но если руки будут потные может быть и проскальзывать вот сюда бы конечно я добавил какую-то там прорезиненную вот вот вставку так что у нас здесь заявлено полотно около 20 сантиметров и скорость холостого хода у нас четыре с половиной тысячи оборотов друзья скорость холостого хода к сожалению я измерить не смогу так как не вижу не вижу как мы принципе можно заклеить звезду но это наверное никому не нужно нам надо посмотреть чтобы пилка наша работала и пилила а не мерить наши скорости значит снимаем вот эту вот гаечку снимаем друзья крышку и наблюдаем следующую картину то есть есть у нас здесь механизм натяжки пилы и ну цепи либо полотна ну вот и имеется приводная звезда для включения нашей пилки имеется соответственно такой вот курок который заблокирован в целях безопасности вот данной кнопочкой то есть пока мы не нажмем кнопку мы не включим нашу пилку и так демонстрирую наглядно видите я так не могу никак нажать только нажав кнопку и тогда уже курок все у нас крутится работает все отлично сейчас друзья поставим наше полотно и посмотрим как это все дело выглядит уже сборы так всю жизнь мечтал конечно разбирать цепочки но все это дело конечно быстро друзья цепь всегда ставьте правильно то есть если мы будем устанавливать вот так полотно вот таким образом цепочку никогда не ставьте у вас а нарезать не был дед один чудак один чудак написал комментарий в каком-то магазине я читал по такой цепи ну по похожей цепи вот и говорит цепь не режет отдайте деньги и предоставил фотографии то есть у нас установлена вот так цепь зубьями в обратную сторону он видимо когда устанавливал просто перевернул случайно полотно так как перевернув полотно у нас зубе оказываются в ту сторону куда нужно обратите на это внимание хотя думаю меня смотрят тут практически одни мужики и у каждого мужика нормального дома должна быть бензопила и он знает как с ней обращаться надеваем значит нашу шину следующим образом закрываем крышечку смотрим чтобы все направляющие у нас попали наживляем друзья гаечку то есть все досконально просто сильно и сразу не зажимаем и смотрим наш натяжной механизм вот наш винтик вот опять же как в той пилке так и в этом принципе это две одинаковые копии я говорю почему нашу шляпку винта не вынесли в обрез хотя бы этому отверстию а так это там не видно ничего и соответственно делаем на тяжку нашей цепи сильно друзья цепь не перетягивайте потому что цепи очень сильно растягиваются такие мелкие вот видите у меня уже это слабо немножко добавляем и смотрим чтобы сильной натяжки не было и соответственно пилить нужно только смазывая цепочку есть на алиэкспресс я видел пилки у которых стоит бачок для масла но там по моему кнопка и все равно это вручная смазка но мне кажется принципе удобней все вот так мы сделали натяжку давайте я включу посмотрим вращение и поедем дальше так не отрезать руки сильно долго не включаете так как опять все это дело у нас ходит на сухую вот цепочку можно кстати чуть-чуть будет и подтянуть так ребята на этом пока все значит сейчас мы эту пилочку разберем и посмотрим из чего она состоит поехали короче народ разобрал я нашу пилку значит у нас имеется 9 винтов по периметру корпуса торкс 10 имейте в виду давайте разбираем смотрим чудо как там у нас устроена хоп-хоп-хоп половинку корпуса сняли что можно сказать по корпусу пластик довольно хороший принципе инструментальный и черный так что мы имеем здесь ну соответственно площадка для зарядки имеется контроллер как обычно как всегда залитый компаундом или эпоксидкой наверно да тут какой-то нет мягкое что-то компаунд имеется кнопочка у нас включатель просто включатель тут нет регулировки никакой ни оборотов не скорости но имеется у нас редуктор друзья в редуктор к сожалению есть я не хочу хотя чего не хочу давайте влезем так для этого нам надо снять звезду для снятия звезды у нас здесь стоит стопорное кольцо так аккуратно только снимайте и не погните так все просто что такое мелкая блин я его не вижу коп есть контакт наша стопорное колечко и снимаем нашу звезду вот так она друзья выглядит с двойным лицом так теперь теперь нам надо раскрутить наш редуктор для этого мы имеем раз два три и четыре винта до круче друзья на камеру по быстройки посмотрим что да как там устроена судя по установке звездочки и самого двигателя вот у нас нет соосности следовательно у нас там есть что-то или какой-то редуктор то есть будут по-любому звезды не спрашивайте почему не крушу шуруповертом я уже на этот вопрос как-то в каких-то видео отвечал не люблю я крутить шуруповертом так как частенько бывает слизываются шлицы либо попадаешь не в резьбу и все это дело портишь поэтому лучше медленнее да руками так аккуратно снимаем наш редуктор хоп у нас корпус располовинился и все у нас осталось на столе корпус я заметил что у нас еще делится вот так ребята имейте ввиду прикольно сделано кстати и смотрим вот видите про что я говорил так друзья обратите внимание что у нас вообще ни грамма смазки нет по ходу здесь сделан сухой редуктор это на мое такое мнение если кто-то тут есть крутые специалисты которые смотрят пожалуйста отпишитесь стоит сюда ложить смазку либо не стоит мое мнение не стоит и сейчас объясню почему друзья потому что здесь у нас где стоит редуктор нет герметичности то есть вал редуктор имеет зазор по отношению корпусу и соответственно звезда у нас имеет зазор по отношению корпусу никаких сальников не установлено и сюда ребята как ни крути вот попадать пыль древесина и всякая гадость поэтому если мы здесь положим смазку все это будет клеится соответственно на смазку и будет ужасно все это дело вытираться мое мнение такое поэтому я пока смазку сюда не кладу а вы пожалуйста напишите если конечно точно знаете и точно уверенность стоит сюда ложит смазку либо не стоит либо все таки это сделан сухой редуктор вот имеется также крыша . для обдува ну и вот такой малюпасенький у нас соответственно бесчёточный двигатель бесчёточный он легко проверяется видите он не вращается он резким таким торможением останавливается то есть срабатывает внутренние магниты так друзья наверное все что хотел показал и рассказал разобрал уже прошу почти досконально ну тут уже наверное внутри ничего интересного не будет стоит вал на подшипниках я так думаю надеюсь по крайней мере что на подшипниках сейчас значит я собираю данную пилку и мы продолжим и так ребята привел я нашу пилку в полную боевую готовность давайте проверим после сборки работает ли она вообще все отлично работает ну нам ничего не остается другого как пойти в сад и свалить два оставшихся стволика моей сухой сливы вперед ну что привет народ еще раз значит будем сегодня валить нашу сливу то есть у меня высох ствол один и вот этот вот двойной ствол на этом стволу как вы видите есть у нас почечки ну а это полный у нас сушняк то есть все высохло будем его валить будем друзья валить ствол примерно вот так и потихоньку поехали значит первым делом нам надо смазать а обязательно смазать нашу друзья цепь к некомплектная моя конечно масленка и мажем так не особо жалея хотя бы первый раз ну что и пробуем вот уже аж потекло это хорошо размазываем ну и что пробуем пилить а девочки дабы мне ничего не мешало так погнали вещь в опилках ветер страшный не знаю на микрофон будет слышен ветер или нет так пробуем эту ветку ну и что погнали потихоньку и и раздербаним и 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 Вот так вот. Ну и эту наполам, наверное. Хлоп, готово. Идем к стволу. Ух ты, вот сработала защита, то есть сильно зажал. Идет, друзья, как масло. И шума немного. Так, ну и нам осталась вот эта вот часть. Попробую я целиком здесь вот срезать, чтобы был пенек и чтобы супруга поставила какой-нибудь цветок. Попробую я целиком. хлоп и готова ну что вот так ребята весь и какой весь грязный так мы быстро разобрались с этим сухостоем то есть пилка очень классно имеет право на жизнь всем рекомендую не то что мой допустим стиль вот и аккумулятор большой кстати аккумулятора сколько у нас тут пошло полный зарат таки остался до этого я зарядил аккумулятор на сто процентов вот ну и как бы результат вы сами друзья видите на этом ребята будем с вами прощаться значит ссылочка на данную пилку в описании к видео всем спасибо за просмотр всем здоровья удачи до новых видео и пока ты заходи если что